Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберецкого района. Итоги минувшей недели подвели главы городских поселений, а также руководители структурных подразделений и органов администрации муниципалитета. На минувшей неделе в Люберецкую полицию поступило 1260 обращений граждан. По ним правоохранительные органы возбудили 64 уголовных дела, 54 из которых раскрыли по горячим следам. Кроме того, поступила информация о продаже наркотиков в школах, однако она не подтвердилась. Обращений в полицию не было, Малаховского отдела полиции. Сейчас проводим проверку срочную по указанию Министерства внутренних дел Российской федерации, чтобы какие-то неизвестные люди в Красковской школе 56-55 давали детям жвачку и так далее. Также прошлая неделя была богата на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Всего 210 машин, а это почти 500 тысяч рублей. Что касается пожарных, то они на минувшей неделе осуществили 37 выездов по сигналу тревоги и ликвидировали 5 возгораний. Кроме того, на совещании была отмечена слаженная работа огнеборцев, спасение людей и тушение крупного пожара, который произошел в апреле в поселке Калинино. Не взирая на отвлекающий фактор, плотное загонение, высокую температуру, криков о помощи, было всего спасено 16 человек, которым дрожал огонь и дым, из которых было 9 детей в возрасте, от 2 до 9 лет. За отвагу на пожаре этих героев наградили медалями МЧС России, продолжил оперативное совещание начальник управления ЖКХ Эдуард Сегалов, который сообщил, что работы по капитальному ремонту, связанные с центральным отоплением и мягкими кровлями, закончились на всех объектах. Я прошу внимательно подойти к запуску отопления в этих отремонтированных, капитально демонтированных домах в системе центрального отопления и внимательно все посмотреть. Мы с вами к среде должны быть готовы к проверке Ростехнадзора, который будет проверять и давать паспорт готовности Крепитского муниципального района к отопительному периоду. Также на заседании стало известно, что снос объектов общепита в Люберецком районе продолжается. Несоответствующие нормам торговые павильоны ликвидируют с целью обеспечения здоровья и безопасности населения. Задача должна быть порядок на территории всего района. Что касается общепита, давайте мы договоримся с Светлана Викторовна, я всем это говорю. Если нет санузлов, то есть туалет, умывальник, это не общепит, он закрывает яйца. Но не только нарушение санитарных норм может заставить власть пойти на крайние меры. Владимир Ружицкий поручил ускорить этот процесс в отношении тех предпринимателей, которые не имеют свидетельств на использование земельных участков. Анна Троян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.